МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это для вас особый случай. А он мне дверь не открыл. Иван Петрович, тебе было сказано помочь женщине открыть дверь? Добрыхуха она. Сказала, что захлопнула. Думал, там ригель отжать. А замок наоборот и отзакрыл. Ломать надо. Квартира моя! Вы гляньте прописку! Пусть мужа ждет. Пусть приезжает, ключи везет. Лесам открывает. Выйди, Иван Петрович. Почему мужу не звонили? Да не живем мы вместе. Бабу он себе другой завел, а вещи мои. Ага. А он потом сюда придет, мне права качать. Оно мне надо. А я заявление напишу, что ключи потеряла. А под мою ответственность прописка же моя. Вот, смотрите. Так, ладно. Пишите. Петрович! Что вы там возитесь? Тебя не спросил. Нинка! Привет! Сколько лет, сколько зим! Петрович, а ты чего в дверь ломишься? Вот, по заявлению открываю. Здравствуй, Рая. Чего это? Пашка ее выгнал. Рот закрой. Ой, да свой закрой. Так я сейчас милицию вызову. Они год уже не живут. Готово. Сами разбирайтесь. Мне начальник сказал, я сделал. Ну что, девочки? Вызывайте милицию. Не, ну ты видела? Да, стерва! Так. Убит инженер Холин. Павел Иванович, 40 лет. В этот день он вернулся домой из длительной загранкомандировки в республику Мозамбек. Да. Тогда такая командировка меняла жизнь. Только не в этом случае. Интересно, вот сколько людей, да, и куда их только не заносило? В какие страны? Все всегда хотят заработать. Ну не скажите. Людей привлекает экзотика. Другая страна, это другая жизнь. Ведь едут не только за деньгами. Думаете, Холин так красиво рассуждал? Возможно, он слышал о жизни художника Гугена, который уехал на Таити. А Рерих искал вдохновение на Тибете. Ну а Холин тут при чем? Он не Рерих, не Хемингуэй, и даже не Сикорский. Это правда. Может, он и не знал, для чего поехал. Соседи должны были что-то слышать. Опрашиваем соседей. Эдуард Сергеевич, а что у вас? Можете сказать время о смерти? Приблизительно. Примерно 10 часов тому назад. А характер ранения? Ножом ударили в область сердца. Видимо, умер мгновенно. В затылочной части гематома. Под ногтями эпидермис. Лицо расцарапано. То есть, скорее всего, он дрался. А потом его оглушили и зарезали. Похоже. Но подробности после вскрытия. Увозите тело на экспертизу. Хорошо. Алла Андреевна. Что у тебя? Ножи. Немалое количество. Раз, два, три, четыре, пять. Еще один в спине. А ему их посылкой прислали? Скорее всего, из Африки, потому что ножи африканские. Интересно. Холодное оружие народов Африки отличается большим разнообразием. Обилие хищников в природе и враждебность соседних племен породили особое отношение к ножу. Искусство метать нож и умение применить его в рукопашной схватке прививается с детства. Нож отражает доблесть хозяина. Европейцы научили африканцев выплавлять прочный металл. И довольно скоро нож превратился в статью дохода местных ремесленников. Ножи с рукоятками из слоновой кости и рога буйвола, украшенные тонкой резьбой, стали востребованным сувениром в Европе и Америке. А кофе зачем собираете? А вдруг ему что-то подсыпали? Алла Андреевна, смотрите. Резина. От обуви того, кто раздавил чашку? В коридоре обувь убитого, вся целая. А вот замок я обязательно возьму на экспертизу. Вдруг кто-то лазил другими ключами либо отмычкой. Ясно. Работайте. А ты позови жену убитого. Алла Андреевна, жена погибшего. Присаживайтесь. Почему слесаря привели? Где ваши ключи от квартиры? Я Паше отдала. Ну, давно еще. Но мы давно вместе не живем. Мы так договорились. И о чем же вы договорились? Ну, я ему ключи отдаю, а он мне новая от кооперативной квартиры. Это мое последнее слово. Развод получишь, когда купишь кооперативную квартиру детям. Только не надо прикрываться детьми. Ясно тебе? Да я хоть ими прикрываюсь, а ты даже не помнишь о их существовании. Ваш муж хорошо зарабатывал? Ну, здесь зарплата инженера. Плюс, ну, за Мозамбик он в рублях получал. И чеки, внешпосыл торга. Где деньги хранил? Ну, когда в Африке был у матери, а так, я не знаю. Вы не можете не знать. В квартире будет обыск. Квартиру мы опечатаем. Вы прямая наследница. Или вам есть что скрывать? Да мне нечего скрывать. Здесь они. Пусто. Здесь есть секрет. Фух. Вот. Пересчитай, Коля. Значит, убийц я их не нашел, хотя очень старался. Я имею право на эти деньги. Паша хотел на них купить подарки детям. Деньги мы пока изымем. А потом вернете? Вернем. Но у погибшего еще есть мать. Я жена! Езжайте-ка вы домой. Если вы нам понадобитесь, мы вас найдем. Сколько здесь денег? Коль, сколько там? Рублей 4760. Чеков 785. Вы свободны. До свидания. В котором часу это было? Часов в 7 это было. А не позже? Нет, точно в 7. По радио сказали. Хорошо. А с кем гражданин Холин входил в подъезд? С Бугаем. Здоровым. Он в шапочке был. Такой, как спортсмены носят. Сказать, что ругались, не скажу. Только когда Буга этот Пашину руку отшвырнул, Паше это не понравилось. Ну и что ты хотел? Слушай, давай по-хорошему. Ну мы же взрослые люди, а? Руку убери. Вы этого Бугая тут раньше видели? Я не видела. Нет. Но лицо запомнили? Сможете узнать? Запомнила. Хорошо. Тогда вам нужно проехать в отделение для того, чтобы составить фоторобот. Ну надо так надо. Всегда считала жуткой несправедливостью, что наследниками первой очереди являются жена и дети. Вы о том, что некоторые женушки могут свекровь и помер упустить? Жена найдет себе другого, а мать-сыночка никогда. Не слышали такого? Да, это жена своего не упустит. Читайте и проверите свои слова. Соседка говорит, Бугай здоровый. Отправилась оставлять фоторобот. Правильно, молодец. Ну что, мы здесь все закончили. Поехали. Как же это? Пашенька, сынок. Как же это? Вы присаживайтесь. Как вас зовут? Мария Сергеевна. Возьмите. Мария Сергеевна, а кто вам сказал о гибели сына? Девчата позвонили, соседки. Это все Лидка. Змея она. Пашеньке голову закружила. А Лидия, это кто? Может быть, вы знаете фамилию, телефон или адрес? Шлюха она. За что вы ее так? Есть за что. Угощайся, мам. Спасибо, сыночек. Угостил маму. Мам. До свидания. Мам, мам, я прошу тебя, сядь, пожалуйста. Мам. Не надо. Не провожай. Стереги свое счастье. Мам. Ну. Счастливого пути, Мария Сергеевна. Я видела недавно Лидку эту. Папгимочку с ее хахалем. Вы уверены, что ты она была? Я эту нахалюбу ни с кем не спутаю. Оп. Лови. Ну, перестань. Что ты делаешь? Играю. Перестань. Не хочу. Ребенок маленький, что ли? Что, не видно? Ну, все, хватит. Лидка. Лидка. Так вот чем ты занимаешься. Сволочь. Я все Пашке расскажу. Змея подколодная. Убежала дрянь. Ну, вы, конечно, сыну рассказали, что видели ее с другим мужчиной. А что? Я молчать должна была. Пашенька, он такой, он такой доверчивый. Он из аэропорта приехал, я ему все сказала. И в обнимку шли. Мам, ну, может, обознала? Ага. Мама, хотелось бы. Да только это Лидка твоя была. Ты вот в той Африке заколачиваешь деньги, а она тут гульки-шмульки устроила. Мам, ну... Что, мама? Что, мама? Вертихвостка она! Мам, может, я сам разберусь, а? Слушай, мне домой надо. Мне Жорик в машине ждет. Давайте в воскресенье. Приготовься, поедем на толкучку. Одежду, обувь тебе убирать. Хорошо? Пашка, какой ты у меня, Пашенька. Ой, Боже! Обновки! Обновки обещала. Они его убили. Я видела эту Лидку с ее мужиком, бугай такой здоровый. А Пашенька... Пашенька, он нервный. Но мог это подраться. А где ваш сын записывал адреса телефона? Записная книжка была такая красненькая. Не находили ничего. Где он ее хранил? Да на столе была. Там писал все, а... А с собой носил маленькую книжечку в кармане. Вы о деньгах говорили? О деньгах? Ну да. У меня хранились. Приехал. Сколько денег было? Шесть тысяч двести рублями и тысячу триста сорок чеками. Красивые такие. Для каштана. Паша ездил в Киев и Харьков в валютный магазин. А вы суммы точно помните? У меня еще склероза нет. Да и записывала все. Значит, Павел из аэропорта сразу заехал к вам за деньгами. И раньше так было. Паша еще когда с Нинкой жил, всегда с дороги ко мне. Матерь уважения. И доверял он мне. Вы сказали, ящик забрал. Вот этот? Да. Посылка пришла из Африки от него. На месяц раньше. Я ее не открывала. Приехал, забрал. В квартире инженера Павла Холлена, который только вернулся из загранкомандировки, обнаружено его мертвое тело. Мужчину убили ударом африканского ножа. Холлен оказывал сопротивление. Под подозрение попадают две женщины. Жена Нина и любовница Лидия. С женой инженер не жил уже год. Между ними остался нерешенным имущественный спор. А любовница в период нахождения инженера в Африке встречалась с другим мужчиной. Лидию с неизвестным молодым человеком видела мать погибшего Павла. Из Мозамбика Холлен отправил на адрес матери посылку. Она ее не открывала, отдала сыну, когда тот вернулся. А у вас что-то оставил? Конфеты оставил. Вещи. Туда постирать. За что? Вещи мы посмотрим. Кто его в машине ждал? Жора. Одноклассник. Они друзья. Я и раньше забирал. А Жоре позвоню. Он как плакать будет. Не надо. Вы лучше дайте телефон, мы сами позвоним. Диктуйте. Ну какое диктуйте? Ну какое диктуйте? Вы Лидку эту ищите. Лидку ее мордоворота. Мы найдем Лидку. И этого мордоворота тоже найдем. Заметили какие-то странности? Да. Давайте все по порядку. Взрослый мужик. Есть квартира. Но из аэропорта сразу едет к маме. Ну, с женой не живет. Почему бы к матери не заехать? Жена говорит, что даже когда они вместе жили, деньги он хранил у матери и всегда из аэропорта заезжал первым делом к ней. Ну ладно, допустим, хорошо. Странно. А еще? Посылка. Мать посылку не открывала. Значит, получается, что отправлял он ее сам себе. Верно. И что? Что такое он отправлял себе, с чем приехать не мог. Отличный ход мысли. Бравый Артем. Два дня назад, буквально в это же время, я Пашу встретил. Пашка, Пашка, ну как же так, а? Мать Павла говорила, что вы почти каждый раз его встречаете. Да. У меня машина. Мы дружили. А в тот день что-то особенного вы не заметили? Нет. Нет, вроде нет. Паша, Паша. Я смотрю, ты навьюченный. Слона привез? Африку ограбил. Тоже хорошо. Ну что, домой или к тете Машку, как обычно? К матери сначала. Хорошо. Сели и поехали. А говорили о чем? Про Африку. Паша после отпуска хотел опять туда поехать. Ну, естественное желание. Да. Там очереди три километра. Правда, Паша начальник обещал помочь. Но начальник тот, та еще скотина, вел себя как барин. Вы с ним знакомы? Нет. На черт он мне нужен. Я не такой, как Паша. А Сан Саныч вел себя так, вот как на поморде напрашивался. Там у тебя подарок дожидается. Сан Саныч, ну что, я месяц-другой отдохну и снова в Африку готов. Тебе что, одного раза не хватило? Ну, вы же знаете, много не бывает. Ну, подумаем, подумаем. Давай документацию. Ну, я надеюсь, вы правильное решение примете. Да, да. Как ты его терпишь? Да бог с ним. Пошли, пошли. Сан Саныч, говорите? Да, Сан Саныч. А скажите, Паша вам привез какой-то подарок из Африки? Да, сейчас, секундочку я покажу. Он из Африки привез несколько ножей и вот один мне подарил. Разрешите? Да, конечно. А враги у Павла были? Да, инженер один. Как же его фамилия-то? Ступкин, да, Ступкин. Он еще на Пашу анонимки писал. Анонимки? А откуда же тогда такая уверенность? А Паша говорил, что больше некому. Он на него такой злой был. Ну, показывай, что ты мне привез. Сейчас. Так. О, настоящий африканский нож. Класс. Держи. Хотя подожди. Как? Ножи не дарят. Выкупай. Вот ты барышник, а, Пашка. Конечно. Держи. Есть копеек. Ну, держи. Все? Это мой нож уже? Твой, твой. Спасибо. Не, ножи классные, настоящие. А вот бы эту сволочь Ступкина. Да таким ножичком. Ступкин, говорите. А Паша рассказывал, как собирался день свой провести? К обеду он собирался на работу, а потом... А потом, видимо, навестить свою зазнобу Лиде. А, знаете про Лиду уже. Не везло ему с бабами. Что жена его, что Лида это. Только деньги с него тянули. А Лиду он от всех прятал. Поэтому я про нее ничего вам не могу рассказать. Посмотрите, пожалуйста. Вам знаком этот мужчина? Может быть, вы его видели вместе с Холлиным? Нет, точно не видел. Вы меня извините. Затр Пашу хороним. Надо поехать матери его помочь. Да, конечно. А можно ножик? Мы его пока оставим. Как? Это ж подарок. Вернем. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. А мы сейчас с тобой поедем к жене убитого. Вон идет. Гражданка Холлина, нам нужно с вами поговорить. Я спешу. Это недолго. Да у меня мужа убили. Дети сиротами остались. Вы знаете этого мужчину? Никогда раньше не видела. Ну, прям безутешная вдова. Поехали. Убийца. Убийца. Вам знаком этот человек? Это он Лидку лапал. Снима нашла. Ну, я же вам говорила. Лидка. Так вот чем ты занимаешься. Сволочь. Я все Пашке расскажу. Змея подколодная. Лид, это что было? Да не обращай внимания. Его морда! Вы уверены? Он самый. Вы что-нибудь о Лидии вспомнили? А что о ней вспоминать? Вы найдите, она признается. Я завтра Пашеньку хороню. Сыночек. Итак, с посылкой проясняется. В ней были африканские ножи, одним из которых и убили Холина. То есть, не принесем посылку домой, его нечем было бы убивать? Был бы мотив, а орудие уж найдется. Вот, мотив. У вас уже есть предположения по мотиву? Лидия. Возможно, измена другой мужчины. Хотя, что мешает просто прекратить связь. А жена? Хотела развода, квартира ей достанется. Нет, ну, как-то слишком прямолинейно. В первую очередь на нее и подумают. А вот, друг, друг. Артем, а вас подводили друзья? Нет. Ну... Верьте в дружбу. Зачем это другу? А вот вспомните, на работе у него было не все хорошо. Да. Вот коллег нужно проверить. Спасибо. Здравствуйте. Следователь Лыкова. Годовик Николай Иванович, начальник отдела. Товарищи, у меня нет времени. Сейчас подойдет инженер Павленко. Он работал с Пашей в Мазамбике. Ну, пока он придет, мы с вами поговорим. Инженер Ступкин. Есть такой? Да, но он в больнице. А что с ним? Упал на дачу, сломал ногу. Когда? Вчера утром позвонил из больницы. А позавчера он был на работе? Не был. Он в отпуске и живет на даче. Товарищи, у меня работа. Извините, но мы тоже работаем. Вот Павленко и, пожалуйста, с ним Степан Степанович. Товарищи из органов. До свидания. Добрый день. Следователь прокуратуры Лыкова. Вы были спокойным Холиным в командировке? Да, второй раз мы в Мазамбик ездили. Нас интересует его знакомая по имени Лидия. Может быть, он вам что-нибудь о ней рассказывал? В чужой стране бывают разные беседы. Павел не очень откровенничал, но про Лидию я знал. Звонил он ей несколько раз. А номера телефона у вас ее нету? Нет, да и зачем мне. А вы кому-то звонили из Мазамбика? Жене, маме. У нее как раз день рождения был. Вы заказывали переговоры вместе с Холиным? Да, и ездили вместе на почту их. Прекрасно. А случайно даты переговоров вы не запомнили? Ну, конечно. У мамы день рождения 13 апреля. Вот мы и звонили. Ясно. Спасибо вам большое. Пожалуйста, всего хорошего. Всего доброго. Ну, это хотя бы что-то. Алла Андреевна. Вот. Добыл номер телефона. Адрес установил? Да. Полезная штука. Международная телефонная связь. Так. Осколкова Лидия Константиновна. Улица Передовая, дом 23, квартира 2. Говорила с Мазамбиком 13 апреля. И в другие дни тоже. Это она. Завтра в 12 хоронят Холина. Может быть, и она там будет. Ты утречком поезжай к ее дому, поговори с бабушками. Только аккуратненько. Позвольте. Оперативненько. Поехали. А ну-ка, встал тут. Дай пройти-то. Что тут? О, Петровна, я как раз к тебе собиралась. Че это он тут? Кто это такой? Эй, парень. А ну иди сюда. Чего тебе надо? Здравствуйте. Ну, здрасте. Милиция. Как тут у вас? Все спокойно? Такое. Все спокойно. А что такое? Зафиксированный случай. Случай какие? Мужчина. Молодой. Втирается в доверие к пенсионерам. Представляется, как будто из Сабеза. Те у квартиры пускают, а потом деньги, вещи пропадают. Ох ты, боже мой. Ой, кошмар. Мужчина. Говорила я тебе, цыганки это все. Какие цыганки? Вечно ты все путаешь. Товарищ милиционер тебе про мужчину говорит. Не, ну к нам в доверие никто не пускался. Понятно. Посмотрите, пожалуйста. Вот, потерпевшие описали. Преступник выглядит вот так. Ну-ка, дай, дай, дай. Так это же Литкин, последний. Да узнала я его, он этот. А Литка это кто? Муж ее? О, муж ее. Два месяца она с ним только жила. Да, это ей сто лет назад было. А сейчас все приходящее. Да в подъезде вон она в нашем живет. Взбеденка. Вот. А этот к ней постоянно ходит. Да узнали мы его, он этот. Конечно. Да, к нам он в доверие не втирается. Да нет. Только к ней. Да. Понятно. А может знаете, где работает? Знаю, знаю. Он работает тренером в бассейне. Вот он рядом в бассейне. Я туда внука вожу на тренировке. Так что вижу у него. Вон. Понятно. Но тренер это вряд ли. Есть информация, что преступник плавать не умеет. Ого. Ну а нашим никому. Да нет. Эй, парень. А дверь-то, что ты там у нас мерил? Проверял. Что? Преступник орудует в подъездах, где на дверях нет пружины. Да все у нас пружины на месте. Вот говорила тебе, дверь-то закрывать надо. А пружина у нас на месте. Дверь открытая. У нас пружина есть. Вон он идет. Не идет, а плывет кролем. Я так и думала, что Осколковый не будет на похоронах. Ну правильно. А что спокойника-то взять? И замену себе нашла. Молодой, красивый. Пазун? Игорь Николаевич? А не твое свинячье дело? Да. Гражданин Пазун, вы задержаны. Прокуратура. А что ж вы сразу не сказали? А то пришлось ваших задохликов помутузить. Легче. Руки все вашей краской испачкали. Отмоешь. Нож, который у тебя дома изъяли. Откуда? Африканцы подарили на соревнованиях. А чеки внешпосылторга откуда? Знакомые ребята пловцы продали. С гражданином Холиным знакомы? Слыхал о таком. От кого? Знакомая есть, рассказала. Лично с ним виделись? Да. Он к литке завалился. А она ему все? У меня теперь Игорь. Сказала, где я работаю. Продолжайте. Так он ко мне на работу и приперся. У меня же тренировки. Договорились потом. Он попросил, давай ко мне домой пойдем поговорим. А как пришли, он начал рассказывать про свои отношения с Литкой. Туману напускать. И что говорил? Ну, что любит ее. А я, мол, молодой, здоровый. Ну, я ему и сказал, говори прямо. Оставь Лиду в покое. Разогнался. Не, ну я не просто так. Я тебе дам тысячу рублей. И двести чеками. Ты сможешь в магазин поехать, в Киев там, в каштан. Батник там, туфли, да все, что захочешь. Мне надо подумать. Да что ты думать? Что думать, ну? Такие модные вещи. Ну, ты молодой, красивый парень. Да у тебя и так отбоя девок нет. Все твои будут. Идет. Но только ты слово даешь. Что пропадаешь из ее жизни навсегда. Слово даю. Вот. Тысяча. А вот чеки. Считай. Верю. И вот это мне тоже отдашь. На память. Зарезать кого-то хочешь? Не меня? Что вы на меня так смотрите? Не трогала я его. Вы пришли к Холину, согласно показаниям свидетелей. В начале восьмого. Когда вы ушли? Минут через двадцать. А где вы были в районе полуночи? С ребятами пулю расписывали. В преферанс играли до утра. С кем? Где? С директором нашим, завхозом и врачом. Диктуйте пофамильным. Так, показания завхоза, директора и врача. Преферанс. Алиби. Я так и думал, не в амурных делах тут вопрос. Для вас понятен психологический портрет жертвы? Ну, мне кажется, он был не очень уверенным в себе человеком. Почему вы так решили? Ну, не стал бы он подкупать соперника. Стал бы доказывать женщине, что он лучше, достойнее его. Правильно? Угу, правильный вывод. А помните некого Сан Саныча, который унижал Холина? Не уверенный себе человек был этот Холин. Так, но вы ведь не об этом хотели сказать. А вы почитайте показания Ступкина. В них инженер Холин робким не выглядит. Гражданин Ступкин, вы встречались с покойным Холином 14 января, в день, когда он прилетел в Днепропетровск. Имел такое несчастье. Он приехал ко мне на дачу и стал права качать. Пиши, пиши, писатель. Только хрен ты куда поедешь, понял? А я поеду. Чтобы лучше дальше своему Сан Санычу хвост подлизывать, да? Пасть закрой, ты убедок! Холин! Да пошел ты! Ворюга. Почему ворюга? Да не все в этой Африке в ворюде. Они воруют все и все. А потом местным перепродают. А вам туда зачем? Тоже воровать? Да мне бы и зарплаты хватило. Только за эти Сан Саныча, они же вообще прохода не дают. Это от него зависит, кто в командировку полетит? Да, это завод делом из министерства. Это он кадры формирует. А потом прилетает из Москвы с теми, кто уже отработал. Но он людей в упор не видит. Ему служить все пытаются. А можно воды, пожалуйста? В квартире инженера Павла Холина, который только вернулся из загранкомандировки, обнаружено его мертвое тело. Мужчину убили ударом африканского ножа. Находясь в Мозамбике, инженер отправил для себя в Союз посылку, в которой были африканские ножи на адрес матери. В доме убитого сыщики обнаружили деньги и чеки, внешпосыл торга. Один из коллег убитого рассказал, Холин, как и многие другие, командированные в Мозамбик, продавал местным производственное имущество и продукты питания, старался привезти домой побольше дефицитных товаров. Скажите, а во сколько к вам Холин приехал? Да не помню я уже. А вы уж постарайтесь вспомнить. Часа в три, что ли? А в районе 12 часов ночи вы где были? Да спал я уже. Мы соседа фильм досмотрели, и я лег. Сосед по даче? Имя и адрес дачи вашей? Кооператив «Мечта» Стас Никонов. Я не верю, что вы не помните, когда это было. Как это я не помню? Помню. Поздно было. Жена пришла, забрала меня. А утром Серега ногу сломал. Я ему еще скорую вызывал с конторы колхоза. Вот так бы сразу. Жена подтвердила, что это было в половине 12-го. Как ты вообще в этом блокноте можешь что-то увидеть? Это от лишних глаз. Коль, смотри. От дачи до места убийства, ну, минут 40, наверное, езды. Уступки на машины нет. Не могу не успеть. Мы приняли версию, что Холина убили, потому что искали деньги. А если искали что-нибудь другое? Что? Снала бы, не спрашивала. Вдруг он должен был что-то такое привезти, что нужно было убийце. Друг сказал, что он завозил матери какой-то хлам. Я же ездил, смотрел, вы помните. Действительно хлам. Старые вещи. Но это ж только друг знал, что он что-то оставил у матери. Любой другой подумал бы, что то, что он привез у него дома. Ну, вот мне кажется, что следователь тут идет по ложному пути. Почему? Ну, хотя бы потому, что убийца мог найти то, что искал. И с этой загадочной вещью покинуть дом инженера. Интуиция. Если бы следователь Лыкова так рассуждала, то какие зацепки у него оставались бы? А так есть надежда на всякий хлам, оставленный у матери. Ну, не знаю, какая-то слабоватая надежда. А я уж сама хотела за вами идти. Зачем? Нинка сдурела. Жена Пашина. Замки поменяла, меня в дом не пускает. Имеет право. Она же в квартире прописана и с Павлом не разведена. Ну, так я же сама так хотела. По-хорошему. Пришла к ней вчера. Она сначала тоже по-хорошему чаем меня напоила. А потом выставила. Спасибо. Угостила. А теперь попрекайте. Я о ваших внуках забочусь. Они у моих родителей. Я тоже бабушка. И вообще, квартира моя. Машина моя. Деньги из милиции тоже мне отдадут. Паша никогда не бросил бы меня. У Паши была своя семья. Мы его наследники. А вас тут не стояло. Змея. Какая ж ты змея подколодная. Да ну и пусть змея. А вы ни копейки не получите. Впрочем, можно и по-хорошему. Это как? Паша вам картины привез. Вы их мне отдаете. А я вам тысячу рублей. Какие картины? Ты что несешь? Только не надо делать круглые глаза. Вы меня поняли? Картины принесете. Будем разговаривать. Не было никаких картин. Сболочь ты. Я сейчас. Вы о картинах нам не говорили. Вот. Почему мне не сказали, когда я вещи осматривал? Так я ничего сама не знала. Паша чертежи привозил. Ну, может, пока я была на кухне. Он в комнату занес. Не знаю. Ваш сын увлекался искусством, картинами? Нет. Никогда не интересовался. А это привез и мне ничего не сказал. Значит так. Картины мы забираем. А вы перезвоните своей невестке. Скажите, что картины вы нашли. И они у вас. Торгуйтесь. Посмотрим, какую цену она за них даст. Художник Третьчиков. Слыхали? Никогда. Занятная личность. В 1961 году в Лондоне прошла художественная выставка, которая установила рекорд посещаемости – 205 тысяч человек. Художником, чьи картины выставлялись на выставке, был выходец из России Владимир Третьчиков. В 70-х, 80-х годах 20 века он был одним из самых кассовых художников мира. Его картины уступали по цене только работам Пабло Пикассо. Владимир Третьчиков прожил бурную жизнь. Сидел в тюрьме, чудом спасся с затонувшего корабля. Его путь к славе был долгим, но художник добился признания. Для жителей Канады, Австралии, Новой Зеландии, Британии, Южной Африки, он жил в этой стране, репродукции картин Третьчикова, которого на Западе стали звать Третьчи, стали обязательной деталью интерьера, а оригиналы его работ продавались за миллионы. Слава пришла далеко от родины. Вот почему вы вспомнили о художниках. Получается, не только всякий хлам привез Павел Холин из Африки. Задали задачку, но я ее решил. Фамилия художника Третьчиков. Как Третьчиков? Русский живет в Африке. Значит, Африка. Стоит картина его дорого. Копии туча по всему миру. А это... Это оригиналы. И сколько же стоят такие картины? Музеи точные цифры не сказали. Сказали, что дорого на Западе. А у нас о них почти никто не знает. А зачем же Холин сюда их привез? Молодец, Павел Павлович. Да ладно? За такие картины и убить могли. Коль, а что если мы поможем вдове получить эти картины? Логично. Здравствуйте. А где картины? Мы же с вами договаривались. А что ты к тебе? Ничего ты не получишь. Я это тебе в глаза говорю. А тогда и вы ничего не получите. Понятно? Ну и не надо. Спалю картины чертовой матери, а тебе не отдам. Ой, что ко мне? Маня, 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 что? Пойдем ко мне, сердце. Скорую вызову. В больницу тебе надо, Маня. Бесстыдница. Она сына только похоронила. Артистка. А ты ее хочешь в могилу свести? Да по вам по всем могила плачет. Ну, змея. Фамилия! Фамилия! Молчишь? Ну, молчи, молчи. Забирайте его, ребята. Ну, вот и все, гражданин Галенко. Отпечатки ваши в квартире есть. Эпидермис под ногтями убитого Холина тоже ваш. А это экспертиза фрагмента подошвы от ваших ботинок. Для суда это более чем достаточно. Я все расскажу. Это все мерзавец Холин. Он меня обокрал. И что же он у вас украл? Картины. Когда мы были в командировке в Мазамбике, я с ним предложил набор ножей. И предложил купить картины. Ну, вот тебе моя благодарность за ножи. Спасибо. Возьми еще картины. Одиннадцать штуки. Зачем мне этот хлам? Они из музея. Из Лувра? Нет. Он сказал по-другому. Я забыл. Возьми ткатин. Ну, ладно. Дам еще две банки тушенки. Ну, это все. Я здесь, да. Ну, ладно. Забирай. Купили? За две банки тушенки? Мазамбики. Люди бедно живут. Что вы дальше сделали с картинами? Спрятал их в тубусе. Одну взял, чтобы показать своему американскому партнеру в Москве. Из торговой миссии. Мазня. Ну, я дам тебе за нее сто долларов. Оставь себе сто долларов. Эту Мазню в подарок. Я на остальные десять картин найду лучшего покупателя. У тебя есть еще десять картин третий? Ес. Ну, ты же сказал, что это мазня. Он согласился дать настоящие деньги. Настоящие это какие? Две тысячи пятьсот пятьдесят долларов за штуку. Он поставил условие, что картины я передам ему в Москве. А, резонно. В Африке американцев не очень любят. Да, тут я вспомнил о Холине. Он давно просил, чтобы я отправил его в Мазамбик. Чуть ли не на коленях стоял. Деньги мне предлагал. И что он должен был сделать? Привезти картины в багаже. На Москве багаж перегрузили. Я не смог их забрать. Поэтому появился у него вечером дома. Ты что сделал, скотина? Засунул в тубус копии. Где мои картины, а? В надежном месте твои картины. Понял? Но ты их получишь только после того, как у меня будет командировка в Мазамбик на три года. Ты кому тыкаешь, мразь? Ты мне дальше же в Неренке не уедешь. Да ты что? Слушай, ну хорош уже. Заткнись. Твои картины у меня. Ты хочешь что-то с этим делать или нет? Ну ты с картиной, а? СТОНЫЙ 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 СТОНЫ Забрал я его записные книжки, где были мои телефоны и адрес. Он жаловался. Жена у него жадная. Вот я после похороны пришел к ней. Дал сто рублей. Обыскали все, обшарили даже в гараже. Ничего не нашли. И тогда вспомнили о матери. Это не я, это Нина. Я ей пообещал три тысячи. Мария Ивановна Холина уже дома. Замок ей поставили новый. Уводите. Подождите. Я вез в страну произведения искусства. Они дорого стоят. Я готов картины передать государству. Надеетесь срок скостить? Уводите. Вот так вот, Коль. Жена – это жена, а мать – это мать. Алла Андреевна, а вы кто больше, жена или мать? Ну и вопросы у тебя? О, вот он. Приговор суда. 12 лет лишения свободы. Картины. Когда-нибудь я отдам вам другое дело. Картины художника Третьчикова стали собственностью государства и были переданы музею. Но в начале двухтысячных годов они пропали из запасников. Они не выставлялись? Он не выставлялся. Считалось, что это какое-то не наше искусство. Чуждое. Третьчиков же нашел свое призвание на чужбине. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ